Дороги Лесная опушка возле дома, где вместе со старшим братом гонял мяч, футбольная секция, зеленодольская чайка, казанский рубин были лишь первыми полустанками его дороги длиной в полвека. Прошло немного лет, а имя Колотова уже появилось на страницах советской прессы. Газеты смаковали его громкий переход в киевское «Динамо», а в редакции летели возмущенные письма, осуждающие поведение юного футболиста. Сам Виктор в это время выступал за сборную Советского Союза и даже не догадывался, что стал героем настоящего футбольного детектива. Появился мальчик, где-то казанский, вот такой, как Витя Колотов. И это какой-то такой маленький метеоритик появился в глубинке в Казани, где-то под Казани он жил, он 30 километров. И вдруг появился в Казани такой маленький метеоритик или бриллиантик, вот такой, и на которого сразу бросили весь Советский Союз. Это беспрецедентный случай, что команду, национальную команду Советского Союза был приглашен игрок из первой лиги из Казани. И, конечно, все селекционеры, все там, ну, кто работал в различных командах, знают, что это такое, и сразу же на него бросились все. Скандал был приличный. Ну, это естественно. Его хотел ЦСКА, и Динамо, и Спартак. Ну, видите, как получилось все-таки. Он-то знал, что есть Динамо Киев, и, видно, она ему была более интереснее. Маму, папу уже забрали, все перевезли, брата с женой все перевезли в Киев. Он не знал еще, видите, Колотов. Они уже тут в Киеве. Я иду, смотрю Виктор. Опа! Ничего себе! Ты как здесь оказался? Вот такое было первое удивление, думаю, каким образом... А, мы тогда самолетом летели, последним самолетом. Киев не было больше. Каким образом Виктор мог оказаться утром на стадионе Динамо? Вот это для нас всех, а для меня, в честно говоря, была загадка. И все прочее пошло. Начали раскручивать потихонечку. Ну, как? Ну, что ты? В общем, там целая история с ним получилась. В 7 часов утра первым самолетом, первым рейсом в Киев привезли. В 10 часов он принял присягу, здесь уже в армию его сдали. Ну, в общем, после этого сняли нашего киевского военкома, казанского военкома, такой быть не могло. И потом еще такие были генералы на уровне генералов, там ЦСКА приезжало и так далее. Но он, надо дать ему дознание, что он парень такой, если он сказал «да», значит он сказал «да». Он мне рассказывал, видите, что когда я увидел Бибу, я, говорит, до речи потерял. Ну, его скромность, знаете как. И как-то мне, говорит, намного это убедило, что если за мной послали такого футболиста и такую величину, то, наверное, все-таки надо переходить в «Динамо». Он приехал и свое «да», даже путем дисквалификации, то, что его на первых пять игр дисквалифицировали, там, что он написал заявление и в ЦСКА, и там, но он остался, он проявил твердость характера и сказал «нет, я буду в киевском «Динамо». Вот это мужик. Тогда мало кто понимал, что Виктор просто мог быть пешкой в большой футбольной игре. А три его заявления в разные клубы были ничем иным, как растерянностью на пороге в большой спорте. Как бы там ни было, Колотов отделался публичным изменением в прессе и годовой дисквалификацией от спорткомитета СССР. Правда, амнистировали его намного раньше, поскольку сборная уже не могла обходиться без талантливого полузащитника. Я никогда не забуду Колотова, когда появился, у него длинные волосы такие, он бежал, за ним такой сноб пшеничных волос, в длину так они растягивались за затылком, такая скорость, у него такой шаг был, у него ноги длинные, это восторг был, конечно. Он появился, вроде худенький, такой светлый, но в футбол он какой-то другой играл. Казалось бы, уже опытные люди в команде, и как раз в «Динамо» была смена поколения. Но он выглядел совсем по-другому, чем... И я так сейчас сравню и смотрю, что он как бы новое что-то внес, и мы не могли разобраться, чем же это он все делает. Интересно. Была раньше эта английская полузащита, я скажу, какая ваша команда. Она актуальна и до сих пор, и всегда будет, потому что вот это основа игры команды, средняя линия. Так вот, он внес такую свежесть в эту линию, что раньше техничные все, Мунтян, Веремеев, Буряк были такие. А он внес еще своей игрой вот это проникающие атаки, когда он бежит, и вот периферийским зрением смотришь, вот там у кого-то там мяч, а он вот тут, я ловлю себя на мысли, чувствую, что бежит как лань. Человек бежит в штрафную площадку и не знает, что с ним делать. Такого не было раньше, до него. И вот они не знали, как с ним даже бороться. Он мог появиться где угодно. И, во-первых, он мог выполнить, мне кажется, любые функции. И он выполнял. Он, по-моему, и в воротах у нас стоял, когда какой-то мы матч играли, где было что-то такое, или травму получил, по-моему, кто-то из наших, по-моему, Женька, если я не ошибаюсь. И Колотов стал в воротах. Так это действительно так. Он на любых позициях мог сыграть. А он играл размашисто, красиво, бежал там. Ну, это вообще, я говорю, он опередил даже время, например, я так могу сказать. В сборной Советского Союза Виктор Колотов дебютировал в октябре 70-го. В товарищеской встрече СССР-Югославия. И сразу же стал настоящей сенсацией, забив один из четырех голов в ворота соперника. Через полгода, после завершения дисквалификации, состоялся и долгожданный дебют Колотова в Киевском Динамо. И хотя он очень волновался после продолжительного перерыва, именно его победный гол спас Киевлян от Ворошиловградской зари. После этого практически ни один матч не обходился безуспешной атаке новичка. В свой дебютный сезон Колотов с 10 голами стал лучшим бомбардиром команды. Чем команда Динамо Киева отличается всегда, что у них игроки разные все. И в Динамо могли приглашать игроков таких хороших, а они не могли заиграть. Все он умеет, в клубе в том здорово играет, его пригласили в Динамо, он не играет. Не получается у него. И столько, сколько прошло через руки Лобановска таких, и люди не заиграли на самом деле. А он приехал, стал и как вроде там родился, надо так говорить. Появись он, по-моему, в любом другом клубе, скорее всего, он бы вошел сразу в коллектив. Забивал такие неимоверные голы, которые запоминаются на многие годы. Он идет вот на такой высоте мяч, там ногой идет, а он головой. Я помню, со сборной Турции, здесь в Киеве, за сборную СССР он играл. Забивал такие мячи, которые остаются надолго в памяти. И когда вопрос поднимал, там какая-то была у нас вот этот период сборы, там, капитан команды. Почему Виктора сразу? Потому что он, в общем-то, своим, во-первых, отношением будем к делу, к работе, к профессии этой, он настолько был, вот, ну, у нас немножко у каждого свои были на это. Мы могли чуть-чуть влево уехать, вправо уехать. А он вот это по прямой, ну, ну, как ненормальный как будто, понимаете как? Это не в таком нормальном понимании слова. Все выбрали его. Это же голосование, никто там, ни комсомол не мог повлиять. На нашу команду тяжело было повлиять в то время. А здесь получилось так, со всех, будем говорить, шло такое вот хорошее, доброе отношение к Виктору. И его избрали капитаном, и он нас повел, как говорится, вот за кубокубков это. Вся эта команда «Звездная» 75-го года, это были боги тогда, все абсолютно, включая Виктора Михайловича, который был капитаном команды, капитаном сборной страны. С первых же матчей Колотов стал любимцем болельщиков. Ведь такой преданности футболу не демонстрировал ни один другой игрок. Он, по сути, всегда старался находиться в тени. Между тем, скромный, тихий и молчаливый Виктор пользовался огромным авторитетом среди коллег. Поэтому его единогласно избрали капитаном команды. Во время поединков его редко улавливали кино и фотокамеры. Ведь он никогда не удивлял каким-то исключительным виртуозным владением мечом. Но в нужный момент он вихрем врывался в гущу событий, забивал свой неповторимый гол и снова исчезал, выжидая очередного удачного момента. Собственно говоря, фотографии, но у них память. Это Витяны родители. Они, к сожалению, очень рано нас покинули. Они необыкновенно скромные, но удивительные люди. Витя родился в Казани. Собственно говоря, он-то родился в Йодино. Это сейчас Казань, а считалось поселок под Казанью. А вот это Витюша совершенно маленький со своей тетей. Женька маленький. Очень смешной, по-моему, где-то не очень похожий, мне так кажется. Это Витя совершенно юный со своим старшим братом. Но это еще то, что к тому периоду жизни относится, когда он был в Казани. Самое поразительное, наверное, из всего этого, что, проживя достаточно много лет в Киеве, он Киев считал своим братом городом. Это наше бракосочетание. Самый, по-моему, волнующий момент в жизни моего мужа, потому что он был бледный, как стена, по-моему, даже когда играл, так мы бледнём. Это Женька маленький вместе с ним. Это дедушка, то есть моим сыном, Витин папа. Это Женька, несостоявшийся футболист, но с большим мячом. Жены футболистов в основном остаются в тени своих именитых мужей. Их предназначение находиться дома, воспитывать детей и 365 дней в году ждать непродолжительных встреч с любимыми. Такова цена профессионального спорта. Елена Колотова никогда не жаловалась на судьбу. Как бы ни было тяжело, она приняла такую жизнь и во всём поддерживала мужа. Когда они познакомились, ей было всего 16, а Виктор только начинал свою карьеру в Киевском Динамо. Первое время молодые пытались воспитывать друг друга, но в конце концов бросили это дело и начали создавать семейную идиллию. Он из тех мужчин, которых надо завоёвывать. В итоге. Мне кажется, что больше завоёвывала я, чем он. Такое тоже бывает. Времени на семью очень-очень мало было. Но благодаря Лене дома всегда было уютно, тепло, вкусно. Я же говорю, как и для многих спортсменов, чья жизнь обычно в разъездах, на сборах, с командами – это практически вся жизнь. Ухаживала красиво, но очень редко при этом. Но по тем временам, приезжая, я училась в Нархозе, когда за мной приезжала, конечно, 24-я Волка, это было супер. Ну, тогда это казалось необыкновенным. Ну, а что, какие отношения? Мы всё время, у нас нету и нету. И Женя вырос так, и моя же дочка так выросла. Ну, они дружили вместе, там, рядом жили, отдыхали вместе. Хорошие отношения были. Ну, он всегда, он ничего не требовал никогда, понимаете. Бывать в доме получилось самое любимое, потому что ребята столько вне дома бывают, что никогда оказывается дома. Это самое, по-моему, любимое – оказаться у себя дома. Дом – это был уютный, тёплый уголок, в котором можно было себя чувствовать какой-то безопасности. И отдохнуть. Тот дом не закрывался вообще никогда. Я не помню, что-то когда-то на ключ двери закрывались. Там всегда было открыто. И всегда там приходили люди. Всегда. Елена и Виктор поженились 28 декабря 1974-го. Причём с будущими тестями тющей Виктор познакомился лишь за несколько недель до свадьбы. Стеснялся, хотя и встречался с Леной уже три года. В день торжества молодые так переживали, что, отправляясь в ЗАГС, забыли дома кольца и документы. В киевском ресторане «Театральный» гуляла вся футбольная братья. А через год у молодых родился сын – Евгений. Виктор был на седьмом небе от счастья. И хотя времени на воспитание катастрофически не хватало, все свободные от футбола минуты доставались Жене. И с первых лет жизни действительно очень запомнилось. Рождение моего сына, то есть нашего сына. У него с Женей были такие, скажем, дружеские мужские отношения. Не сё-сёкались. Когда он бывал дома, так он ребёнком только и занимался, честно говоря. Потому что мы действительно очень мало находились во времени вместе. И поэтому, когда приезжал папа, это было занятие. То есть игрушки вместе, железные дороги вместе, книги вместе. Всё абсолютно. Женя был достаточно самостоятельный. И, наверное, у него даже характер Вики с определённой долей, я бы сказал, положительного упрямства. Вот так вот я сказал. Вот он хочет это, вот он будет это делать. Он очень хорошо учился. Видно, что он не по футболу, а пойдёт по другой. Что-то там он и историей занимался. Ну, грамотный такой. Вот он хочет выучить язык, будет учить язык. Хочет поступать туда, он будет поступать туда. Вот чтобы... Я не могу сказать, я не слыхал никогда, чтобы Женя, давай футбол, давай. Нет, пожалуйста, футбол, футбол. Пусть он будет таким, каким он растёт. То есть он занимался и теннисом, и плаванием, и футболом. Но ни по одной стезе мы его не толкали. Собственно говоря, и теннис закончился, и плавание ходил. А тренер бегал, умолял, потому что там достаточно таки... То есть длинные ноги, руки. А вот футбол сам по себе закончился. Но в итоге вообще по другой стезе пошёл. Она его и на французском учила. Я говорю, смотрели, она уедет во Францию. Ну, так и получилось, уехал в Америку. Свою независимость и твёрдый характер Евгений продемонстрировал родителям уже в 17 лет. По окончании школы девушка его мечты, одноклассница Арина, переехала с родителями в Америку. Через несколько месяцев Женя поехал в гости к любимой и не вернулся. Родители были в шоке. Единственный сын, которого ждали обучения на юридическом факультете университета, автомобили, собственная квартира, оставил всё ради любви. Целый год Виктор даже разговаривать с сыном не хотел. Но в конце концов принял его выбор. А вот внучки Виктор так и не дождался. Малышка родилась через месяц после его смерти. В честь дедушки её назвали Викторией. Евгений избрал свой путь, так же, как когда-то сделал его отец. Но всё это было гораздо позже. А тогда, в 1975-м, в жизни Виктора Колотова произошли сразу три значимых события. Семейное рождение сына и футбольное, которые и подняли его на вершину спортивного Олимпа. К этому времени он уже успел стать чемпионом СССР, вице-чемпионом Европы, бронзовым призёром Олимпиады в Мюнхене и обладателем Кубка СССР. Но именно в 1975-м его ждали основные футбольные баталии. Двумя годами ранее «Динамо» возглавил Валерий Лобановский, с приходом которого началась новая эпоха в истории «Динамо-Киев». Всё сложилось воедино. Звёздная команда, её незаменимый капитан Виктор Колотов, легендарный тренер Валерий Лобановский. И как результат – завоевание двух престижнейших футбольных трофеев – Кубка Кубков и Суперкубка Европы. Лучше бы, конечно, было говорить о нём, как о жёв, что он где-то работает, где-то что-то достиг, хотя он в футболе достиг очень много. И мне иногда, смотрю, старые плёнки там у меня дома есть, когда он с самолёта выходит, своё полоса там, это мне чем-то напоминает, как Гагарин шёл по этому. Ну, событие-то для Советского Союза было приличное, потому что он впервые европейский кубок выиграть. И он как капитан его получил в руки, так что это событие было на самом деле. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это надо испытать самому, побывать в этой шкуре, когда ты 90 минут на максимальных усилиях, когда проводишь игру, и когда ты не чувствуешь ног, не чувствуешь вообще ни. И когда еще неудача тебя в этот момент, то порой даже просто не знаешь, куда себя деть. Это такие минуты, они, честно говоря, непередаваемы. Это я так, знаете, вот сейчас завожусь немножко, это в процессе уже заводки такой происходит. Порой вспомнишь, думаешь, как же так, на каком-то матче там встал, не знал, куда бежать, в какой огород, то есть ворота где, там или там, или поперек, потерялся полностью. То есть такие физические большие нагрузки. Да, команда, действительно команда звезд, звезда команда, были великие игроки. Если эти люди победили, Баварию, где играла больше половины команды чемпиона мира 1974 года, в 1975 году они ее просто порвали, как говорят в футболе. Это были очень сильные, это были звезды. Даже намека нет малейшего, но то, что ты бредовой инженер, а рядом с тобой сидит человек, вот ранга Бекенбауэра, ранга Платини. Накануне первого матча за суперкубок, который проходил в гостях у Мюнхенской Баварии, были травмированы несколько ведущих игроков киевского «Динамо». Немцы расслабились и решили, что победа у них в кармане. Что могли противопоставить киевляне звездам мирового футбола. Один из легендарных игроков «Динамо» тех времен, Владимир Мунтян, который также оказался на скамье запасных, вспоминает, что и во время игры не верил в шансы киевлян на победу. Настолько лучше выглядели немцы. Но с годами, просматривая запись матча, Мунтян признал, что ошибался. Динамовцы были на высоте, несмотря на то, что играли против действующих чемпионов мира. На 67-й минуте Олег Блохин, получив мяч от Виктора Колотова и практически в одиночку управившись с Мюнхенской защитой, забил единственный и решающий гол в ворота Баварии. Блохин, безусловно, стал героем этого матча. Однако, не последнюю роль сыграл там и Виктор Колотов, который получил тяжелейшую травму и при этом вернулся на поле. Капитан не смог покинуть свою команду и тем самым практически деморализовал соперника. Как бы там ни было, победу праздновала «Динамо». Теперь футболистов ждал Киев. 6 октября 1975 года трибуны республиканского стадиона были забиты до отказа. Говорят, заявки на тот матч подали около 500 тысяч болельщиков. И только 100 тысячам посчастливилось наблюдать за матчем столетия. Динамовцы не разочаровали. Успешная атака, а затем и штрафной Олега Блохина принесли вторую победу киевскому «Динамо». И единственный в истории советского футбола суперкубок. Субтитры создавал DimaTorzok Команда вся была, ребят 75-76 года, они все были звездные, все были звезды абсолютно. Любой, любой из них мог играть в любой команде мира. Поэтому я думаю, вот тут проблем не было, потому что он оказался, как говорят, в нужное время, да, в нужном месте, с великолепным тренером и с великолепными коллегами, то есть с ребятами, которые с ним играли. Поэтому профессионально мне очень сложно говорить, и думаю, это было несложно, потому что каждая из них была личность, и каждый мог что-то преподнести или дать другому. Тренировался он идеально. Он меня, я с Купера бежим, например, он мог меня на круг обогнать. И ему говорят, что делать, больше всех надо, что ли, чтобы потом мне Лобановский указывал, что я на круг отстал от тебя. А ему все равно, он пробежал, как вроде вот, знаете, посидел, встал и ушел. Вот так вот. То ли это тренировка, то ли это товарищеская игра, то ли это официальная игра, он выходил, он делал одно дело, он выходил на тренировку, он на 120% выкладывался, он выходил на товарищескую игру, у него не было проходных игр, у него все было основное. Мы же проигрывали и выигрывали, он плохо не играл никогда, он все равно отдавался полностью, могло не получаться что-то, но... Динамовцы часто шутили, что Колотов мог бы отыграть и третий, и четвертый тайны. Его футбольной выносливости можно было позавидовать. Все 90 минут матча он играл на максимуме своих возможностей, не позволяя себе расслабиться ни на минуту. А вот когда все заканчивалось, Виктор порою даже не мог вспомнить счет встречи. Таким сильным было моральное и физическое истощение. Часто именно его голы спасали команду. Говорят, если бы определяли самого полезного игрока советского футбола, Колотов, безусловно, стал бы лидером. Он одним из первых поддержал Лобановского и Базилевича, которые предложили совершенно новую программу футбольного развития. Ветераны команды бывало воспринимали в штыки смелые эксперименты тренеров. А Виктор, как и раньше, работал на все сто, воплощая новые идеи. Выкладывался, несмотря на истощение, боль, травмы. Это профессионал до мелочей. Он к себе относился очень требовательно. Он на поле... Это боец был. Я же смотрел эту кассету, когда с Баварии они первую игру играли. Он же получил где-то в районе 30-й минуты первого тайма травму, тяжелейшую травму. После такой травмы они тоже не выходят на поле, а сразу идут в больницу. Вот ему врач перевязал ногу, но там шла кровь. И он вот с этой окровавленной повязкой. То есть дикая самоотверждение. Значит, вот вы знаете, она... Видимо, он даже боли не чувствовал, потому что у него перед глазами был, нужно выиграть. Он капитан. Там все в шоке были. Он убил практически Баварию тогда своими этими... Он ложил все в подкатах, но практически на одной ноге уже. Какую-то игру играли. Как его колено разворотило. Мамами, как чашечка эта вся аж вот так вот. Ну, то есть о травмах, которых я увидел, вот конкретно на поле, ну... А он там ему забинтовали за это и побежал. Ну, куда же это? Ну, понимаете, то есть еще он такой внутри человека, он никогда не нытик. А потом уже, когда заканчивал, у него много травм было. Видно, все-таки то, что он нес на себя такую работу, она вдалась в конце, и у него очень были серьезные травмы. Ну, он шутили, что у него заживает, как на собаке. И он продолжал играть, больной, не больной. Это футболист, которому цены не было и нету, и вряд ли будет. Они же тогда играли на энтузиазме, потому и играли очень хорошо. Это не работа у него была. Настолько он футбол любил, это необъяснимо, конечно. Вот не могу я объяснить, настолько... Причем, отдавая футболу все, он не пытался ничего взять. В 78-м Виктор Колотов провел свой последний матч за сборную СССР и спустя три года завершил карьеру игрока. Он отдыхал от футбольной сауты, а его уже ожидала новая дорога в тренерскую профессию. Виктор работал с дублирующим составом киевского «Динамо», столичным «Борисфеном» и ивано-франковским «Прикарпатьем». Под руководством Колотова футбольная сборная Украины выиграла последнюю спартакиаду народов СССР. Совсем чуть-чуть не хватило ему, чтобы вывести украинскую команду в финальный олимпийский турнир. А потом была молодежка, игроки которой через несколько лет составили основу национальной сборной Украины. Команда нереализованных надежд Виктора Колотова. Скорее всего, те внутренние резервы, которые у него, как понимание концепции, он видел этот футбол пронизывающим, таким, будем говорить, его какими-то лучами, которые, в общем-то, они должны выдаваться на футбольное поле и своим подопечным ребятам. Есть же правила какие-то, есть законы футбольные. Где стоять надо, где не надо стоять. Эти вещи надо повторять им каждый день, потому что это все забывается. Каждый день, так как у нас случил Валерий Васильевич, так и он каждый день мог напоминать. Думаешь, уже настолько ты уже знаешь, но он каждый раз одно и то же повторял, что есть вещи, которые нельзя забывать каждый день, выходя на какую-то игру. Вот, наверное, это передалось и Колотову, и, в принципе, ничего нового, но было у него и свое. Интересно, тренировочный процесс был. Ну, ребята тянулись, потому что когда-то авторитетный тренер, наверное, проще решать с этими задачами. Но он хотел быть тренером. Есть люди, которые, это абсолютно нормально, одни становятся администраторами, одни футбольными функционерами, начальниками команды, ну, все возможны. Вторыми. Он всегда стремился быть первым, как во всем футболе. Он хотел быть первым тренером в любой команде, потому что он готов был всегда всю ответственность принять на себя. Он очень переживал. Он обычно все переваривал в себе. Он все замыкал, все уходил в себя. Вот, особенно, когда были какие-то неудачи, поражения, он искал всегда причину этих неудач, проигрышей, поражений в себе. Поэтому очень сильно переживал, и, естественно, это, наверное, и повлияло на такой исход. Должна быть какая-то удача. Помимо вот этих, будем говорить, знаний, опыта, игровой практики, должна быть еще какая-то удача. Но он себя не раскрыл. Говорят, если бы маленький Виктор Колотов начал заниматься каким-либо другим видом спорта, все равно стал бы звездой. Теннис, бег, лыжи давались ему на удивление легко. Он всегда сражался до конца, поэтому и побеждал. Он любил шахматы, бильярд, преферанс. Перед тем, как освоить игру, детально изучал ее. Докапывался, как говорится, до сути. Виктор обладал математическим складом ума. С легкостью мог решить любую задачку, предложив тому же несколько вариантов решения. Друзья рассказывают, что он любил петь украинские песни. Колотов практически не владел украинским, но пел так, что все просто заслушивались. Ведь делал он это искренне, без тени фальшу. А любимым его увлечением была рыбалка. Еще с детства, которое прошло на берегах Волги. Только у воды он мог полностью расслабиться и дать выход своим эмоциям. Они с Володей Трошкиным просто ездили на рыбалку. Это было самое любимое, потому что они молчали. Я не знаю, как можно 15 минут просто молча смотреть на воду и ждать, пока эта рыба будет. А вот они пока не наловят там тазик или что-то, чего-то. То есть вот это был, наверное, выход, пожалуй. Он общался с природой. Он ко всему относился высоко профессионально. Он, ну, так скажем, Трошкин у нас был на первом месте, потому что, ну, то профессор, мы его так и называли, профессор. Он мог сидеть с пятиудочками, еще и за нашими следил. Говорит, там у тебя клюет. Я редко могу с кем поехать. Я некоторых не воспринимаю, так я больше не поеду никогда. А с ним у нас было идеально. Он взял удочку. Многим покажется, что не клюет, что не нравится. А он настолько почувствует тонкую игру этого поплавка, что именно рыба подошла, интересуется его наживкой, что он ее поймает. Ну, Витя, конечно, очень такой, если у него срывалась рыба, он, о, фанат, так курит, все время курит, переживает. Ну, не потому что ему рыба нужна, ему этот процесс очень нравился. Именно на природе, наедине с водой. Вот он сидит, мог целыми часами сидеть. Рыба ему не нужна была. Если даже кто-то поймает, а даст кому-то. Времени было не очень много на отдых. И обычно или рано, или после тренировок вечером могли поехать за 100 километров, чтобы посидеть хотя бы час-полтора с удочкой. У нас друг есть, Миша Данскер, мы его возили в основу, карасей, он очень любит это дело. Он очень внимательный был. Он знал, кто что любит, до мелочи. Я уже про карасей говорил, он мог позвонить в полдесятого вечера. Я уже отходил ко сну, он говорит, Миша, мы жарим карасей с Юрой. Я все быстренько сажал, приезжал сюда. Он всегда говорил, что кто-то должен ловить, кто-то должен жарить, а кто-то должен не кушать. В последние годы Виктор благодаря друзьям увлекся охотой. Но ходил разве что ради спортивного интереса и компании товарищей. Даже когда столкнулся с табуном диких кабанов, долго не мог выстрелить. А потом очень переживал, что убил зверя. Он вообще любил зверей. С детства был рьяным голубятником, а дома у него всегда жили собаки. Говорят, Колотов мог войти в вольер к огромным злым псам, прошептать им несколько слов, и они превращались в кротких и мирных собак. Виктору доверяли. К нему можно было обратиться с любой проблемой, и он всегда давал дельный совет. Михалыч, как называли его друзья, никогда никого не осуждал. Все обиды, трения держал в себе, ни с кем не делился. Если же кто-то поступал непорядочно, просто вычеркивал такого человека из своей жизни. Он редко говорил, больше любил слушать. Прежде чем что-то решить, Виктор долго все обдумывал, и когда высказывал свое мнение, никто не сомневался, что это единственно правильное решение. Дело в том, что вне футбола – это необыкновенно добрый, искренний человек, который очень немлагословен, который, пожалуй, наверное, ну как для меня, как жены, было бы в чем-то обидно, было, наверное, что он не делился всем абсолютно, по крайней мере, не делился тем, что касается каких-то перепитий в футболе. Это правда. Великий молчун, но с ним молчать было интересно. Вот вы знаете, можно же просто в шахматы играть. Ну, играл, вроде бы молчишь, но что-то, вот какая-то незримая связь существует между тобой, вроде бы только фигуры шахматные, и вроде никого нет, но Лена там на кухне что-то, или кто-то из друзей сидит, смотрит. И существует незримая связь. Он долго присматривался к людям, прежде чем смог, мог бы с ними начать общаться, делиться чем-то. Но если это происходило, то это был стопроцентный выстрел в общение. Я был в восторге от этого человека. Он очень рано родился, так скажем, он не в свое время жил. Больно говорить, что все это в прошлом, но очень хорошо. У меня жизнь вообще разделилась на три части. До Колотова, с Колотовым и после Колотова. Когда его несправедливо просто сняли с поста тренера молодежной сборной, он тоже никому ничего не сказал. Все держал в себе. Когда его ребята демонстративно слили игру исландцам, вроде бы из-за того, что им не заплатили за выступление, Колотов едва ли не единственный раз выразил свои эмоции. Подошел к ним и спросил. «Что я вам сделал?» И больше ни слова, никого не осуждая и не обижая. Наверное, это и стало последней каплей для переполненного чувствами сердца великого молчана. Он прошел свой путь. Для близких Виктор Колотов до сих пор жив. И пример того, как надо жить. Ведь звездами не рождаются. Каждый сам выбирает свою дорогу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok